Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин, я продолжаю ответы на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Белаш, Москва. Михаил, вот мне могли бы вы пояснить вопрос по поводу того, что Россия вступила в ВТО, на какой легитимной основе создан был таможенный союз, может быть, в отместку от того, что Россия не получила не только плюсов, но и получила огромное число минусов, а Украина не хочет вступать в этот таможенный союз. Как явление временное, так как еще Россия встроена в ВТО, что является более регрессивной средой для того, чтобы развивалась экономика России. Ну, вы знаете, по части того, на какой легитимной основе Россия вступила в таможенный союз, мы его создали. А вот вступление в ВТО на самом деле не очень легитимно, поскольку Госдума приняла решение о вступлении, ратифицировав договор, который не существовал на момент ратификации на русском языке. Вообще говоря, это повод для того, чтобы этот документ ликвидировать и как бы денонсировать и более того подвергнуть уголовному преследованию тех, кто, соответственно, за него проголосовал. А теоретически, во всяком случае. А что касается Украины, то Украина-то все ясно, потому что Украина получает рынки наши. А, соответственно, для России, у России появляется, как бы, тактически Россия не очень выигрывает от таможенного союза, она выигрывает стратегически. Потому что, ну, например, потому что можно строить более крупные инфраструктурные системы. И в этом смысле, конечно же, Россия в целом выиграет. То есть это тот случай расширения таможенного союза до некоторых масштабов. Это чистый плюс для всех. Но, разумеется, если вдруг мы начнем в таможенный союз принимать какие-нибудь африканские страны, то будут проблемы. То есть это нужно понимать, что это, вообще говоря, дело такое сложное. Но вот для Украины и для, как бы, вступления Украины в таможенный союз, это чистый плюс и для Украины, и для России. Здравствуйте. Михаил, здравствуйте. Спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, а может быть, пускай Украина вступает в Евросоюз и быстрее получит то, что получит? И чтобы для населения был хороший урок. Посмотрели, а что получит? Вы знаете, это мне напоминает разговор такой. Значит, ребенок, 15 лет, мальчик, говорит, я тут пойду в такое-то место на дискотеку. Значит, есть два подхода родительских. Один подход сказать ему, ну и иди, там тебе рожу начистят. Вариант другой сказать, нет, ты лучше не ходи, никаких плюсов ты не получишь. Мы, конечно, в Украине не родители, но в некотором смысле я, как человек, который разбирается в экономике, я имею право делать выводы. И вот я говорю, мой совет, не ходите туда, на запад, вам там рожу начистят. Ну, дальше, соответственно, что? Ну, они туда пойдут, им начистят рожу. Дальше им еще придется платить за то, чтобы оттуда выйти. Представляете себе, картиночка, да? Значит, вы не просто куда-то попадаете, где вам бьют каждый день по морде. Вы еще должны заплатить, чтобы оттуда выйти. Хороша ситуация? Нет, я считаю, что, как честный человек, я должен Украину предупредить. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, а я все-таки не понял, почему, если Украина присоединится к Европе и станет офицированным членом, она потеряет российский рынок. Одно ведь не исключает другого? Я прошу прощения, нет, исключает. Ну, во-первых, это... Евросоюз потребует, чтобы взаимодействие с Россией было закрыто. Но я же вам рассказывал, они дошли до того, что в условиях присоединения написали, что Украина должна изменить клею железную дорожную по всей стране. Ну, посмотрите на Прибалтику, посмотрите на Болгарию. Болгария в 70-е годы была более промышленно развитой страной, чем Турция. Где вся эта промышленность? Она уничтожена. Почему? Потому что они боялись, что эта промышленность, которая взаимодействует с Россией, будет тянуть Болгарию на восток. И поэтому ее уничтожили. Безработные, сотни тысяч безработных, нищета в Болгарии. Почему? Из-за политики Евросоюза. Та же самая политика будет в отношении Украины. Но это как бы даже прописано явно. При этом рынки свои для украинской продукции Евросоюз открывать не собирается. Получаете счастье от того, что вы попадаете в семью цивилизованных народов. Вы хороши цивилизованные народы. Руки по локоть в крови. Какой они устроили? Что они устроили во Второй мировой войне? И во всех этих странах практически был фашизм. Здравствуйте, слушаю. Добрый день. Здравствуйте. Михаил Александрович. Вот я хотел бы спросить ваше мнение. Как вы считаете, вот в отношениях с Украиной, нашему правительству, надо максимально прагматичными быть, максимально, и руководствоваться таким выражением? Боже, храни меня от таких друзей, а от врагов я сам избавлюсь. Или как-то по-другому? Вы знаете, я же не занимаюсь внешней политикой. Я не политик. Я экономист. Как экономист я понимаю. Первое, что украинские товары после вступления в зону свободной торговли с Евросоюзом, в таможенный союз не пустят. Я понимаю, что если у вас есть человек, который во всех принадлежащих ему СМИ объясняет, какая Россия плохая, ему не нужно давать возможность в России зарабатывать. Это политикам. Мне это очевидно. Я понимаю, что для Украины идти на Запад это экономическая катастрофа, а в таможенный союз это остановка экономического спада как минимум, а скорее всего экономический рост. Вот я об этом и говорю. А уж как должна себя вести администрация президента Российской Федерации или МИД российский? Это не ко мне. Здравствуйте. Алло. 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 Здравствуйте. Это же Россия. Я слушаю. Почему Россия спит? Почему он непривлекательный для Украины, для Булгарии и так далее? Ну почему так делают? Да почему непривлекательный? Вполне себе привлекательный. Посмотрите, все же украинские олигархи деньги-то в России зарабатывают. Как же непривлекательно. Очень даже все привлекательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ahlo. Здравствуйте, Михаил. Знаете, я кратко скажу, мой друг в детстве, так получилось, что он женился на одной девушке, по последствии женщине, это близкой к клану Кравчука. И, соответственно, у него бизнесы, вот эти всякие, именно из-за порожской стали, металлы, зерно, сушеницу, подсолнечник, он гонит и на запад. И, соответственно, в Австрии живет его семья, пять детей. Вот он принадлежит таким кланам, о которых вы как раз говорите, которые есть и вот здесь. И поэтому, когда с ним говорить, это просто бесполезно, о том, что здесь может быть. И плюс он мне, когда я с ним говорил, он говорит, а посмотри, что они здесь, вот здесь. Они же тоже, ну, вообще известно, они же тоже являются колонией Запада. Он имеет в виду Российскую Федерацию. Мало того, вы же как экономист знаете, у них есть право эмиссии, как экономист. На Украине им дана право эмиссии сразу после получения незалежности, так называемого. А Российской Федерации действует система currency board, то есть, соответственно, с выручкой валютной доллара. То есть, даже с этой точки зрения, они, как бы сказать, более экономически свободны. Говоря о том, что у них нет и унизительной статьи. Все понятно. Значит, на самом деле, это вы правы. В том смысле, что действительно есть проблемы с российской элитой, но это после перерыва.